это моя рабочая клавиатура с подставочкой очень удобно кстати который уже вид как видно миндрюх двух трех четырех местах треснутая модель mitsumi kfk ea4s а это клавиатура считается эргономичность из-за из-за того что есть подставка того что есть поставки и наверху очень удобный такой желобок ямочка такая для того чтобы класть туда ручки карандаши и прочие фломастеры да маркеры с рулями как видите дно этой клавиатуры полностью методическое здесь есть резиновые накладочки 1 2 и такие стоечки ножки которые можно приподнять и на них потом поставить вот так клавиатуру что очень большие случаи бывает удобно 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 единственное что желательно платить ножки положить что-нибудь мягкое подложить чтобы не поцарапался ваш чтобы не поцарапался ваш столик и все остальное интересная особенность на клавиатуре очень много винтиков которыми прикручена нижняя методическая часть к самому основном блок клавиатуры звуки кнопок стандартные для mitsumi которые многим пользователям часто нравится это продел это большой интер также который многим любим shift и 1 2 которые оба большие сама подставочка такая простенькая пластмассовая штучка где есть резиновые такие мягкие накладочки несколько штучек но вот устанавливается вот так и вот так и вот рабочем состоянии клавиатура получается вот такой выглядит вот так выглядит довольно таки внушительно как в каком-то плане компактно но улетев японские вот видео мониторфоны просто экосетные мониторфоны а экосетные такие восьмидесятых семидесятых готов строго лаконично но дизайн интересен интересно что на этой клавиатуре на лицевой этой стороне нету надписи mitsumi что возможно большинству понравится разъем ps2 как таковых особых проблем за несколько лет эксплуатации использования клавиатуры я не заметил не заметил за счетом того что иногда вот левая shift возможно западает возможно особые игры на эти клавиатуры не играю и практически не печатаю но клавиатура сама такая интересная за что не купил сразу несколько штук когда они еще были в наличии в 2012 или 2011 году я не помню точно когда я покупал эту клавиатуру а